МАСТЕР Евгений Чиганцев – молодой, успешный, целеустремленный, строитель по жизни, управляет собой и еще важными проектами. И в таком ритме два года. Изменения, конечно, есть. Принимаешь решения на основе уже полученных знаний и опыта, тех навыков, которые здесь даны, конечно же, получаешь уверенность в себе. Рабочий день директора по проектированию автодорог большого научно-производственного объединения – нестандартная величина. Приходится решать разноплановые задачи. Необходимость повышать свой профессиональный уровень – заданная необходимость. Остается только выбрать время и место. Не всегда возможно в условиях интенсивной работы найти время, уехать куда-то вполне удобно. Пришел в субботу, в среду, два раза в неделю отвлекся, получил навыки, знания, получил ту информацию, которая тебе нужна в первую очередь. Очень мобильная и очень гибкая система, начиная от того, что подстраиваются под твои требования, заканчивая тем, что можно даже график удобный для себя выбрать. Уникальная ситуация для бизнес-сообщества. Получить диплом MBA российского и европейского образца можно в Краснодаре. Северная – 604. Здесь находится первая в ЕФО бизнес-школа европейского уровня. ВШМБ – структурное подразделение 19-летнего Южного института менеджмента, одного из первых негосударственных вузов Краснодарского края. Высшая школа международного бизнеса является одним из двух в ЕФО и единственным на Кубани аккредитованным участником Европейского совета по бизнес-образованию. МБИ Москва – это, знаете, очень заманчиво, но мы здесь и сейчас. Москва там. Либо нужно ехать и жить, и какое-то время ты где-то оторван от семьи и так далее. Это несколько другие деньги опять-таки. И плюс ко всему, что это без отрыва от производства. То есть все-таки это здесь. Принимают итоговый аттестационный проект в формате МБИ представители вузовской системы и практики обязательно. У Виктора Николаевича Квасова 30 лет работы на производстве, более 20 лет управленческого стажа. Международная школа бизнеса, которая сегодняшний день ведет подготовку специалистов, она является тем как раз образовательным учреждением, которое достаточно активно среагировало на потребности рынка и готовит эти кадры, которые действуют в управлении компанией на разных уровнях. На самом первом до топ-менеджмента. И являются специалистами, которые определяют, наверное, политику управления, как сегодняшнего дня, так и в перспективе. Исследовательская компания Begin Group провела опрос руководителей 90 российских предприятий. 90 топ-менеджеров сказали, что хотели бы, чтобы в их компаниях работали специалисты со степенью MBA. В более чем половине фирм люди с таким образованием уже есть. Образование MBA во всем мире получают только хорошо подготовленные менеджеры. Таким людям MBA дает фундаментальные знания о бизнесе в целом, начиная от стратегии предприятия, его организационной структуры и заканчивая функциональными аспектами бизнеса – финансами, снабжением, логистикой. 80% учебного процесса строится на практических бизнес-кейсах. В этом принципиальное отличие от других форм обучения и, разумеется, командная работа. На ней базируется весь курс. Мы называли друг друга коллегами. Как это не было поначалу смешно, вот как-то так оно пошло, но потом никто это не отрицал, и это было очень в тему, очень прижилось, и мы два года называли друг друга коллеги. Есть формальные и содержательные отличия MBA от других образовательных программ. MBA преподается только тем, кто уже имеет высшее образование. Этот курс относится к категории дополнительного профессионального образования. Но это не курсы повышения квалификации MBA, это программа повышения квалификации менеджеров до мастерского уровня. Выпускник такой школы становится не только высококлассным руководителем, но и оказывается способным самостоятельно вести исследовательскую работу, разрабатывать и внедрять совершенно новые проекты. На рынке останутся только те компании, менеджеры которых обладают способностью адаптироваться к постоянно изменяющемуся рынку. Что самое важное, понятно, что управлять можно без MBA, работать можно без MBA, но многие вещи ты делаешь по наитию. После MBA ты это делаешь осознанно, ты понимаешь, что ты делаешь, какие входы, какие выходы, какие должны быть результаты. Особая зона управления человеческими ресурсами, инструменты диагностики, подбора, адаптации и развития персонала, психология управления. Мастера MBA способны сделать сотрудников главным конкурентным преимуществом компании. Здесь интересно, здесь был действительно такой своеобразный состав, в том плане, что у нас были и научные руководители, такие вот настоящие, научные, в нашем российском понимании, которые закладывали фундаментальные основы, фундаментальные знания. В то же время было очень много практиков, особенно самые ценные для нас это были тренинги, которые давали нам и профессиональные именно тренеры, коучеры, и профессиональные руководители, например, руководители Гулькевичского завода был бесподобный тренинг, именно о том, как он выстраивал свою систему. Они задают вопросы, например, вот был у нас такой вопрос конкретно задавался, вот возьмите любого своего сотрудника, он у вас на что мотивирован, на процесс или на результат, то есть какова мотивация этого человека. Ты понимаешь, что ты вообще об этом не задумывался, ты с ним каждый день встречаешься, общаешься, но ты для себя не выстраиваешь вот такие понятия. Вот о чем я говорю, ты приходишь и смотришь смысл, ты действительно смотришь на себя человека и начинаешь задумываться о том, что мотивирует его действия и что нужно с ним делать дальше, как дальше с ним выстраивать отношения. Будущее бизнеса за руководителями, специализирующимися в области управления людьми, психологами, коучерами, HR-специалистами, обладающими системой знаний и опытом в развитии человеческого потенциала. Именно люди являются сегодня самым ценным капиталом любого предприятия, и именно они способны создавать конкурентные преимущества бизнеса. В ШМБ, что в основном не теоретики, а практики. Причем хорошие и местные. Кто знает, хорошо местный рынок, на местных предприятиях работают, имеют хороший опыт. Имеет комплексность. То есть в любом случае мы все, которые сейчас заканчиваем, мы все получили базу экономического образования, юридическое, и прошло уже какое-то время. Это такой новый всплеск, хорошее дополнение. В результате обучения происходит систематизация знаний в области управления финансами, построение эффективной системы управления финансовыми потоками. Здесь вырастают профессионалы, способные управлять ликвидностью и рентабельностью бизнеса, работать на международных рынках, постоянно повышать стоимость и конкурентоспособность компаний в условиях глобализации. Школа бизнеса с одной стороны, и программа именно MBA сориентирована на ситуативный анализ, на кейс-стадис, на конкретные предприятия. И если вы заметили, то защита диссертации, которую мы называем диссертациями, мало что общего имеет с диссертациями, допустим, теоретического профиля, кандидата наук, и даже обычного образования, где обязательно актуальность, теоретические основы, анализ ситуации, а более прикладной характер. Это и есть та большая разница. Это руководители функционального уровня менеджмента, бизнес уровня менеджмента и топ уровня менеджмента. Поэтому, соответственно, все это ложится в конкретно преклонном аспекте, конкретно фирмы, которые рады. И даже я сегодня с удовольствием узнал, у нас предприятия не понимают и жадничают. В Москве практически все время оплачивают предприятия стоимость обучения. 180 тысяч при наших доходах, в отличие от московских, это достаточно много. Поэтому некоторые предприятия порешили компенсировать либо частично 50%, либо даже 100% обучение по программе MBA. Это очень приятная вещь. И для меня, я испытываю огромный город за выпускников, и для выпускников, вы понимаете, экономия денег. И слава богу, произошла оценка необходимости знаний, новых навыков, и системы непрерывного образования, как это происходит во всем мире. У нас это, к сожалению, было не очень развито. Слава богу, ситуация меняется. И еще одно мнимое противоречие. В чем отличие российского и западного форматов MBA? Даже термины у нас разные. У нас мастер делового администрирования, у них магистр. Все дело в отличиях в самом бизнесе. Выпускник западного MBA может быть великолепным специалистом у них, но не вполне подходящим для нас. По мере развития российского бизнеса эта разница все больше будет нивелироваться. Все-таки деловое образование следует за бизнесом, а не наоборот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова